Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я хочу затронуть вопрос какой аппарат точнее определяет наличие опухоли и ее размер. У всех это происходит по-разному. В моем случае на медосмотре маммограф обнаружу образование 5х2 мм. Сразу скажу, что такое маленькое образование могли и не заметить. Здесь мне повезло всю эту информацию, которую сейчас я с вами делюсь. Я выуживала у разных врачей и в интернете. На УЗИ показала 5х6 мм. На УЗИ могло тоже не показать наличие опухоли, так как при движении датчика по молочной железе опухоль сдвигается и может спрятаться за тканями груди. Биопсию у меня по УЗИ взяли неудачно. Отправили меня на томографию. Томограф показал размер 15х12 мм. При пальпации своей левой груди я ощущала шарик. Врачи мне объяснили, что если бы опухоль была 5х2 или 5х6 мм, как показали УЗИ и маммограф, то я бы этот шарик не почувствовала. Получается, томограф более точно показал размеры. Вторую биопсию уже взяли под томографом. Точно попали в опухоль. Я, конечно, не медик. Но поняла, что маммография УЗИ, КТ, МРТ показывает полную картину. Они дополняют друг друга. Если вас беспокоит боль в определенном месте, и тем более вы чувствуете какое-то уплотнение, если УЗИ или маммография ничего не показала, настаивайте на дальнейшем обследовании. Пускай выписывают вам направление на КТ или МРТ. Эти аппараты более четко показывают наличие образований. Если деньги позволяют, пройдите КТ и МРТ в платной клинике. Химиотерапевт мне сказал, что такой аппарат, как у меня, будет вводиться при химиотерапии. Не влияет на выпадение волос. Ну, если и выпадут волосы, то незначительное количество. Как раз незначительное количество волос у меня осталось на голове от моей густой шевелеры. Оставшиеся волосы решила не сбривать, советовали. Мне интересно, что останется на голове после окончания химиотерапии. Купила такие красивые шапочки. Чувствую себя в них уверенно. Вот одна она мне. Снимаем. Вот челочка еще как бы для виду есть. Вот все, что осталось. Вот три перетинки, так скажем. Голова практически лысая, просвечивается. Ходить холодно. Хожу в двух шапках. Вот на озоне посоветовали девочки. Вот чапочка на резиночке. Такая симпатичненькая. Вот. Сразу и вид преобразился. Выгляжу красиво и оригинально. Знаю, что волосы и не зубы, отрастут. Поэтому по этому поводу я не расстраиваюсь. На этом с вами прощаюсь. Всем позитива и хорошего настроения. Не забудьте подписаться. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...